Сейчас, дорогие друзья, я представляю вам с большим удовольствием нашего следующего спикера, следующего выступающего. Мы с вами встречаем Анатолия Жильцова. Анатолий – это президент Five Star Business Academy и владелец бизнесов по разным направлениям. Он выступит с темой, как эффективно вести переговоры в онлайне. Анатолий выделил три работающих способа, реально работающих способа. На себе проверяли или по откликам владельцев других бизнесов? И на себе лично, и руководителям моих бизнесов, и наши консалтинговые клиенты. А из скольких способов общения выбирали? Вы прям заглядываете в первые мои слова. Я не видел вашу презентацию. Заглядываете в первые мои слова. На самом деле, если говорить о переговорах как таковых, то мои коллеги и я, чтобы раскрыть эту тему, пользуются больше, чем двумя днями тренировок, инструментов и так далее. Но так как мне дали 30 минут, я решил выделить фундаментальные вещи, которые, поняв для себя и прояснив, сможет каждый человек свой бизнес-процесс переговоров онлайн выстроить. Заявленная тема – это как эффективно вести переговоры в онлайне. И мне на это дали 30 минут. Как сразу же я своим коллеге объявил, тема глубокая. Поэтому давайте… А как, стрелочки не работают. А, стрелочкой мышкой нажимать. Хорошо. Итак, меня зовут Анатолий Жильцов. И я являюсь президентом Five Star Business Academy. Мы помогаем клиентам иметь преданных и компетентных сотрудников, развивать бизнес, увеличивать продажи. Мы делаем это, создавая для клиентов внутренние учебные центры. Но, к сожалению, сегодня я точно не успею рассказать, что же это за зверь. Зато мы пропустим всю часть, в которой я говорю о своих регалиях. Обычно я здороваюсь с аудиторией порядка 40 минут. Рассказываю, кто я, откуда я взялся, чем я занимаюсь, какие у меня есть успехи. Этого не будет, как не будет пустых обещаний, что ваши волосы станут длинными, шелковистыми, ваши мужские силы увеличатся после моего выступления и так далее. Вместо этого давайте посмотрим на то, что я считаю точной технологией. А технология – это по определению метод получения конечного продукта, в отличие от просто знания какого-то предмета. То есть технология – это когда раз, два, три, четыре, пять – заранее известные шаги, и у них есть конкретный заранее известный результат. Поэтому давайте начнем не с трюков и сервисов современных, которых миллион, а давайте посмотрим на то, какие результаты мы хотели бы с вами получить от онлайн-переговоров. Результаты бывают двух характеров. Результат может быть как материальный, то есть что-то, к чему можно прикоснуться, что можно посчитать, что можно, я не знаю, съесть, потратить, поднять, переместить. И результат может быть нематериальный, выраженный в вашем эмоциональном состоянии, в том, насколько вы получаете кайф и удовольствие от всего происходящего. Соответственно, результат может быть как для вас, раз мы говорим, что мы сейчас на территории продаж, что, видимо, вы хотите, чтобы у вас что-то покупали и в виде материального передавали вам свои денежные средства. И наверняка вы хотите при этом чувствовать себя драйвово, кайфово, чтобы сам процесс приносил вам удовольствие. Но ведь то же самое хотят на самом деле ваши потенциальные клиенты. Они не только хотят решить свою проблему, они не только хотят там вашу супер-пупер-презентацию посмотреть, послушать вас как очень умного специалиста, они хотят, чтобы каждая отдельная единица их времени приносила им в том числе нематериальный результат, чтобы это было интересно и чтобы, как минимум, не было скучно. Конечно, если мы говорим о бизнесе, то в бизнесе результат представлен исключительно деньгами. И либо мы тратим меньше денег для получения того же результата, либо мы получаем больше денег. И тогда это является мерилом бизнес-технологий. Короче, давайте пойдем конкретно в тему. Мы вынесли в заглавие нашего выступления три основных тезиса. Это построение взаимопонимания, это проведение, собственно говоря, переговоров, то есть общения, это установление контроля за собеседником. Все? Можно разбить? Хорошо. И это каким образом мы онлайн можем контролировать, ну, скажем так, ход переговоров, ход сделки своего коллегу. Для того, чтобы перейти в онлайн... Итак, коллеги, в ближайшие 15 минут мы рассмотрим с вами три фундаментальных данных. В процессе вы, возможно, будете недопонимать, почему мы говорим именно о них. Но я обещаю, что через 15 минут в конце моего выступления они как будто бы сложатся, как пазл. И я очень рассчитываю, что будут хорошие инсайты. И вы будете обладать достаточной компетентностью для проведения онлайн-переговоров, которые создают полное взаимопонимание на обоих концах провода. И вы можете контролировать этот процесс. Но для этого давайте разберемся с терминами. И начнем с глоссария. Итак, взаимопонимание – это обоюдное понимание и согласие сторон. Здесь есть две части – взаимное и понимание. Понимание – это от слова «понять». И все знают значение слова «понять» как «осознать сказанное» или «понять смысл чего-либо». Но есть второе значение. Спасибо словарям русского языка, я в них очень часто заглядываю. «Понять» в том числе означает дать правильную оценку. То есть, когда мы, например, говорим, что критики не поняли какого-то автора, мы не имеем в виду, что они тупицы не поняли смысл его произведения, мы имеем в виду, что они не оценили его по достоинству. Таким образом, достижение взаимопонимания складывается из двух основных элементов. Первое – это построить некое согласие, действительно осознать, о чем идет речь на обоих концах связи. А второе – это дать объективную достойную обратную связь. Общение – это обмен идеями или предметами между двумя людьми. То есть, если бы я сейчас Дарье бросил мячик и ничего бы при этом не сказал, на самом деле это тоже было бы общение. И те из вас, у кого есть маленькие люди, маленькие дети, у кого есть маленькие дети, можете что-нибудь написать нам в чат, я это увижу, у меня есть. Вы знаете, что первые 3-4 года они сначала вообще не говорят, а потом говорят не очень хорошо. Но это совершенно не означает, что мы не общаемся. И последнее – контроль. Это способность начинать, изменять и останавливать нечто по своему выбору. Давайте посмотрим более детально. Итак, из чего складывается понимание? О, съехало. На самом деле это слово АРО, аббревиатура из трех букв. Но у нас получилось очень креативный треугольник в треугольнике. Так вот, компоненты понимания, то есть вот это вот самое понимание, складывается из трех основных вещей. Почему это треугольник, мы с вами посмотрим буквально через минуту. Итак, первым углом этого треугольника является реальность. Реальность – это согласие с чем-либо. Например, вот какого цвета вот это вот кресло? Скажите мне, пожалуйста. Какого цвета это кресло? Синее. Вы знаете, у меня кретинизм с цветами. Я бы мог предположить, что оно фиолетовое. Таким образом, с помощью общения, если мы установим, что вот этот цвет мы будем называть синим, то это общая реальность. Я понимаю, насколько глупо я привожу примеры, но именно на таких вещах и строится непонимание. То есть, когда вы используете термин, который может по-другому быть воспринят вашим оппонентом, ну, вернее, вашим коллегой, вашим собеседником, у вас может разрушаться общая реальность. Второй компонент – это общение. Собственно говоря, если бы начинать правильно, то мы бы, наверное, с него и начали строить общую реальность. С помощью общения мы можем устранить любые препятствия в том, чтобы достигнуть согласия. Афинити – это просто технический термин, который означает способность и желание общаться и быть близко к кому-то. Таким образом, если бы мы сказали, что у кого-то есть высокая афинити, мы бы имели в виду, что люди хотят общаться, и люди хотят находиться как можно ближе друг к другу. Высокая афинити – это афинити у друзей. Они хотят занимать одно местоположение в пространстве. Они хотят собираться вместе, они хотят общаться. То же самое можно сказать, что если мы говорим, что есть низкая афинити, то это желание сбежать. Это значит нежелание находиться в одном пространстве. И основным законом вот этой вот системы, которая является минимально устойчивой, то есть если вы хорошо учили физику в школе, то вы знаете, что только на трех точках опоры может удержаться любая плоскость. Таким образом, минимум вот эти три точки нужны для построения взаимопонимания. И закон здесь следующий. Увеличение любой из вершин треугольника ведет к увеличению двух других. То есть очевидно, что если мы общаемся, то мы постепенно выстраиваем общую реальность, а человек, которого мы знаем, начинает нам нравиться в большей степени. Это обычный круговорот, здесь нет ничего необычного, но на самом деле потянуть можно за любой из этих вершин. Таким образом, почему нам нравятся звезды? Почему мы испытываем к ним некоторые аффинити? Я специально не говорю любовь или дружбу, потому что, вы знаете, возникают лишние идеи. Например, что дружба бывает только одна, настоящий друг только один, а любовь очень часто у людей путается и ассоциируется с сексом, а здесь ничего общего. Так вот, например, если вы узнаете о человеке заранее, до того, как начнете с ним общаться, чуть больше данных, будет он вам больше нравиться, больше будет у вас тем для разговора. Или, например, если вы вдруг выясните, что вы участвовали в одних соревнованиях спортивных 15 лет назад и знаете целую когорту людей, которые являются вашим общим окружением. Насколько быстро это повысит ваше желание общаться и вашу взаимную симпатию. И третий способ, когда мы пытаемся познакомиться с представителем противоположного пола, но иногда и с своего, мы используем комплименты. Мы находим что-то, что нам нравится в человеке и открыто им об этом заявляем. В этом случае человек, которому мы испытываем симпатию, если он душевно здоров, начинает испытывать симпатию к нам, а значит, потянув за конец аффинити, мы также увеличиваем две другие вершины. Это данное номер один. Данное номер два. Давайте посмотрим на формулу общения. Разумность – это способность видеть разницу. Неразумность – это отождествление разных компонентов воедино. То есть, например, порядок и беспорядок. Для одного порядок – это когда действительно отсутствует пыль, когда каждая вещь находится на своем функциональном месте, и отсутствует некий бардак и замешательство. Для другого порядок – это если грязная посуда хотя бы в шкаф спрятана. Поэтому давайте посмотрим на общение детально. То есть, формула общения у нас такая. Это причина, то есть, точка-источник. Тот, кто инициирует общение. Тот, кто хочет поделиться какой-то идеей или имеет какую-то конкретную цель, которая другими словами называется намерение. Например, кто из вас был хотя бы раз в МФЦ? Бывало ли такое, что общаясь с оператором многофункционального центра или любым другим специалистом, скажем так, вот таких тиражных, где много людей проходит профессий. Вы видели, что истинное намерение человека – не передать вам информацию или сделать что-то с вами, а, например, в этот момент ее или его намерение побыстрее выйти на обед, или проверить социальную сеть, или что-то подобное. Таким образом, общение представляет из себя точка причины, которая через расстояние передает информацию, частицу, тем самым изменяя точку следствия, имея конкретное намерение, привлекая этим намерением внимание и достигая воспроизведения, которое предшествует пониманию. Я понимаю, что на текущий момент это может выглядеть как лекция профессора в университете, все будет буквально через несколько минут. Девять минут, и пазл замкнется. Мы подбираемся к самому… В МФЦ такое редко, да. Вот точно, в участковых поликлиниках тоже почти норма. Вы поняли, Татьяна, о чем я говорю? Спасибо большое. Итак, формула общения – это причина, расстояние, следствие и передаваемая частица с помощью намерения, привлекающего внимание. Внимание – это обратная связь. Если вы совершенно искренне имеете намерение помочь человеку или предоставить ему какую-то ценность, то именно это привлекает его внимание, а не ваши трюки с красивыми картинками и привлечением внимания. При этом, если мы рассмотрим цикл общения, то цикл общения состоит из того, что, например, Максим на этом слайде отправляет коммуникационное сообщение Федору, а Федор дает ему понять, что его сообщение было полностью понято, принято и услышано. Таким образом, если мы посмотрим с вами на оранжевую стрелочку, которую мы называем подтверждение, то это ваше основное оружие при проведении переговоров. И сейчас я расскажу, почему. Итак, подтверждение – это нечто сказанное или сделанное с целью дать другому человеку знать, что его слова или действия были замечены, поняты и приняты. Вот, например, сейчас вы можете любым абсолютно способом в чате дать подтверждение, что, в принципе, мои слова до вас доходят. Спасибо, Ольга. Спасибо, Татьяна. Спасибо, все остальные. Таким образом, по сути, подтверждение завершает цикл общения. Таким образом, вы уже можете брать что-то под контроль, но все пазл складывать будем еще через 4,5 минуты. Перед этим давайте рассмотрим еще такую штуку, как контроль. Контроль – это способность по собственному желанию и собственным решениям начинать что-либо, изменять что-либо и останавливать. Например, если вы ведете автомобиль, то он не должен просто поехать. Автомобиль должен поехать тогда, когда вы решили, что он должен поехать. Завестись, вы поворачиваете ключ или нажимаете кнопку, и он работает. Он не должен ехать абы куда. Он должен ехать из точки А в точку Б, останавливаясь на перекрестках. То есть вы должны быть хорошим водителем. И он должен остановиться до стены, а не после столкновения с этой стены. Контроль бывает плохим, основанным на силе, основанной на неуверенности и отсутствии способности общаться. Вот иллюстрация вот этот пес, которого девушка пытается контролировать с помощью силы. Контроль может быть позитивным, добрым и хорошим. Например, парень, который пригласил девушку на свидание, сам выбрал ресторан, сам выбрал время, сам выбрал, чем помимо ресторана они будут заниматься, сам выбрал маршрут и транспорт. Вряд ли в этот момент девушка, как вот эта вот собачка, будет упираться. И вряд ли она будет испытывать эмоцию, ту же самую, которую испытывает персонаж этого слайда. И теперь давайте попробуем соединить. Основной формулой переговоров, как оффлайн, так и онлайн, является следующее. Правильная подготовка предотвращает полный провал. Для того, чтобы достигнуть взаимопонимания, нам необходимо найти информацию о человеке, всю доступную информацию в сети интернет. Мы уже не будем рассматривать алгоритм поиска, но вы без меня умеете пользоваться социальными сетями и гуглом. Вы должны сделать поиск по его имени и фамилии, по названию его компании. Вы должны сделать поиск по фамилиям и именам его партнеров, потому что в современном мире ситуационные вопросы, то есть как у вас дела, сколько у вас сотрудников, чем вы занимаетесь, не несут ценность для вашего потенциального клиента, и вы не имеете права тратить свое его время на эту информацию. Более того, прояснив информацию о потенциальном клиенте до осуществления встречи, вы имеете возможность действительно восхититься им еще до того, как вы вступили с ним в связь. Найдите, что вам нравится. И открыто не лезть ни сквозь зубы, ни потому, что так сказал Анатолий, или ваш руководитель, или вы своим подчиненным, а найдите что-то, что вам по-настоящему нравится. И желательно не просто восхититесь этим в контексте «я провел поиск в интернете, вы такой классный руководитель, у вас уже четыре компании, все качают». Сформулируйте вопросы, которые позволили бы человеку немного похвастаться. Сформулируйте вопросы, ответ на которые он точно будет давать с удовольствием. Тем самым вы заработаете себе балл с точки зрения достижения взаимопонимания, которое выстроит коммуникационную линию, по которой вы сможете общаться. Второе. Для того, чтобы контролировать ход, вы должны а. задать правило, вы должны до того, как вы назначите встречу, обозначить правило, вы должны сказать человеку, сколько времени потребуется на эту консультацию или онлайн-встречу, каковы ее правила, имеет ли он право пользоваться мобильным телефоном, может ли он совмещать это с чем-то еще. Вы должны быть очень мягки, но настойчивы. Если встреча не будет формироваться по каким-либо правилам, то скорее всего вы, спасибо, Александр, то скорее всего вы не сможете контролировать ее. Но даже если вы уже чувствуете, что беседа идет по алгоритму вашего собеседника, даже если вы уже не сумели с помощью административных инструментов достичь вот этого контроля, вашим самым секретным оружием становится подтверждение. Итак, понимая, что подтверждение останавливает цикл общения, вы можете контролировать ход любых переговоров оффлайн или онлайн. При этом переговоры онлайн на самом деле становятся намного проще. До марта месяца я предпочитал онлайн-встречи, много летал, много разъезжал. После снятия карантина я провел одну встречу оффлайн и очень пожалел об этом, потому что мне стало не хватать интерактивных инструментов, зумая ему подобных программ. Если вы хотите понимать от того, каким образом выстраивать ценностное предложение во время коммуникации с потенциальным клиентом, то хорошая новость заключается в том, опа, а слайды-то не все. Ну хорошо. То хорошая новость заключается в том, что вы получите возможность выиграть мой курс, который есть, к черту цены создавайте ценность, в розыгрыше, который, видимо, будет в конце. Оставайтесь до конца. Всем спасибо. Я свободен. Нет, вы не свободны, Анатолий. Вот такой был, как бы это сказать, крючок рыболова заброшен в наш большой пруд. Друзья, увлекательное начало, которому требуется продолжение, но на продолжение в рамках нашего форума, к сожалению, как всегда, не хватает времени. Поэтому откликнитесь на предложение Анатолия. Подумайте о том, чтобы выиграть этот приз, который он только что вам пообещал. А я, если позволите, буквально несколько вопросов задам в конве вашего выступления и не только. Хорошо. Во-первых, скажите мне, пожалуйста, вот к вопросу о подготовке к переговорам. Вы сказали, что перед тем, чтобы добиться успеха в переговорах, например, будем говорить открытым языком, с бизнесменами, надо собрать о них как можно больше информации. Зная это, скажем так, поэтому ли бизнесмены, которые не являются публичными людьми, так усиленно прячут информацию о себе в интернете? Что скажете? Двоякая штуковина, вот эта вот информационная. Потому что, с одной стороны, я являюсь тем человеком, который вроде спикер, у меня есть консалтинговая компания, выступает. С другой стороны, каждый раз, когда я с каким-то компетентным специалистом в области личного бренда, маркетинга и коммуникации общаюсь, они говорят, ты кто? Как тебе вообще люди верят, если посмотреть твои соцсети? Тебя как будто бы нет. Да, поэтому прячут. Но можно найти с помощью других инструментов, потому что, к сожалению или к счастью, даже если человек не создает контент о себе, но если он действительно предприниматель, который действительно занимается бизнесом, то средства массовой информации, а самое главное, это СБИС и ИЖИ с ним, собирают о нем эту информацию. Становится ли эффективным каналом сарафанное радио? Абсолютно. На самом деле, после того, как выполнен поиск в Google, особенно если этот человек имел раньше коммуникацию с компанией, представителем которой ты являешься, обязательным шагом является пойти и конкретно спросить тех коллег, кто с ним уже взаимодействовал, определенный список вопросов. Например, наша компания – это обязательный алгоритм, а не остается на усмотрении менеджера. И вот, кстати, в вашей компании подготовкой к встрече занимается только тот человек, который собирается встречаться, или там у вас целые отделы работают на выстраивании такого рода коммуникаций? У меня пять компаний, вы про какую из них спрашиваете? Я подозреваю, что вы могли установить одинаковые правила игры для всего своего холдинга. Нет, 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 не одинаковые правила игры. Интересно. То есть, почему я сегодня фундаментальные давал данные вместо какого-то алгоритма? Так. Потому что я верю, что не существует единого стандарта технологического для всех бизнесов. Но существуют стабильные данные, нерушимые ни с течением времени, ни с развитием технологий, на основе которых может быть выстроена действенная, эффективная технология любой компании. Поэтому пять компаний, пять технологий. Но я скажу так. В одной... Сейчас, секундочку. Первое. Если у вас бизнес относится к категории среднего и выше, то, конечно же, ваш департамент маркетинга должен тоже готовиться к встречам и создавать эффективные маркетинговые материалы, которые будут сделаны целой цепочкой, целым конвейером, получается, контента. Если вы относитесь к нано, микро, бизнесу, к предпринимательству, там ничего плохого нет. Там невозможно ничего сделать, там приходится все делать самому. Да. То у вас опять, может быть, все равно две ситуации. Если вы используете наставничество как способ образования новых кадров, то готовиться надо, конечно же, наставник плюс, скажем так, стажер. Ну и если у вас совсем выбора нет, или если у вас в компании высокий уровень загруженности специалистов, то, конечно же, один в поле тоже воин. Я не то чтобы туманно отвечаю, просто я боюсь дать такое данное, которое человек воспримет как стабильное, и у него что-то потом сломается. Хорошо, приготовьте тогда наших зрителей к таким ситуациям, когда... Ну что значит приготовить? Просто предостерегите их, чтобы это не от меня исходило. Что далеко, или просто не каждый человек, не каждый собеседник готов следовать тем правилам, которые описаны в учебниках. Что не каждый позволит контролировать обстановку, то, о чем вы говорили. Не каждый позволит, скажем так, выстраивать обстоятельства за него. То есть, что далеко не в каждых переговорах будет именно та ситуация, которой вроде бы научат наши учителя, менторы, тренеры. Как часто бывает такое, что противоположная сторона не позволяет следовать правилам? На самом деле, здесь опять два диаметрально противоположных аспекта. Первый – это 80% кейсов, независимо от уровня переговоров, независимо от уровня, скажем так, дохода бизнеса, открытости, закрытости вашего собеседника. 80% случаев, если вы не можете контролировать сделку, дело в вас. Я знаю большое количество людей, в том числе входящих в список Forbes. Они являются контрол-фриками, они хотят все контролировать, лишь только потому, что ни у кого другого это не получается, и они видят твои ошибки. В этом случае прокачка себя и своей компетентности и мягкий подход. То есть не я самый умный, не я знаю лучше, что вам нужно, а я слышу вас, я понимаю вас. Это работает. 20% людей, не только среди тех, кто являются высокими LPR-ами, а просто 20% людей, их мой партнер Майкл Бэнк называет Rotten Apple, червивое яблоко. Они могут нести в себе колоссальные активы, они могут нести в себе огромную сделку. Но чаще всего такая сделка высасывает соки из компании, из человека. И мы, например, рекомендуем этих клиентов отправлять конкурентам. Как интересно, если они конкуренты, а если они должны стать вашими партнерами. Ну, это мы уже в область дискуссии переходим. Хорошо, и скажите, пожалуйста, менеджеры, которые работают в ваших компаниях, были отобраны, ну, я догадываюсь, что в соответствии, скажем, с некими шаблонами, наверняка, коль скоро у вас довольно крупные компании. Но, тем не менее, каждый ли менеджер по продажам, в частности, должен отвечать, ну, не отвечать, что ли, быть способным выполнять те правила, те шаблоны, о которых вы говорили, для того, чтобы бизнес процветал, для того, чтобы сделки заключались. Речь об отборе именно менеджеров по продажам. Понял. К каждым вопросом ящик Пандоры вскрываете. Короткая версия. Я перепробовал большое количество технологий найма. Первая ситуация. У вас есть технология в компании. Вы ей можете обучить, и она точно работает. Тогда вы имеете возможность вместо того, чтобы искать гениальных, талантливых людей, набирать активных, позитивных и проводить их через цепочку этапов стажировки. Это единственный правильный для масштабирования способ. Опять же, если у вас пока что начинающий бизнес, если вы формально не описали работающую технологию, в том числе в области продаж, клиентского обслуживания и так далее, тогда ваша задача искать гениев, искать себе партнеров, а не сотрудников, которые с помощью своих талантов, может быть, врожденных, может быть, полученных с помощью опыта или обучения, построят это вместе с вами. Анатолий, скажите, пожалуйста, как себя вести, если начинается прессинг со стороны партнера во время переговоров, спрашивают наши зрители. Партнер — это тот, с кем ты ведешь. Верно, переговоры? Судя по всему, партнер. Я не знаю, показывают не отвечать, вопросы задаются, отвечать. Хорошо, Дарья, спасибо. Отвечайте, не отвечайте. Во всем виноват, Дарья. Нет, на самом деле у нас просто очень много вопросов, но очень мало времени. Это беда любого онлайн-мероприятия, потому что на любом онлайн-мероприятии, в отличие от оффлайна, нет возможности заткнуть рот аудитории. И это огромный плюс. Хорошо, отвечаю на ваш вопрос прямо. Это зависит от того, по какой причине начался прессинг. Если вас нужно выбить из седла, если в рамках переговоров необходимо сбить цену или улучшить условия, то это просто трюк. Осознаваемо он выполняется вашим оппонентом или нет, неважно. Если же вы наступили на больную мозоль, если вы каким-то своим действием, так называемую травлю быка начали делать, это, опять же, вторая ситуация. Поэтому в этот момент, когда прессинг начинается, есть волшебный вопрос. Зачем вы мне это говорите? И нормальный, не агрессивный разговор вокруг этого. Точно нужно остановить переговоры, точно нельзя переходить ни к обвинениям, ни к защите. Нужно спросить, хорошо, зачем вы мне об этом спрашиваете? Какова сейчас цель этого этапа переговоров? Если я вдруг потерял что-то, канву, или если я что-то сделал неправильно, давайте откатимся, разберемся с этим и продолжим. Таким образом, вы понимаете, что важно быть психологом при ведении любых переговоров, но если вам это не дано, тогда берите себя в помощь консультанта, гуру, и да пребудет с вами его опыт и мудрость. Анатолий, большое спасибо, что сегодня были нашим спикером, нашим гостем, и я уверен, что все заметили, как долго и интересно можно с вами разговаривать, причем только на вашу профессиональную тему, даже не касаясь своих интересующих. Вы увлекаете за собой ваши темы. Большое спасибо, Анатолий. Большое спасибо.